Поэтому был исчерпан, стороны разошлись. Еще раз повторяю, пишет Аксенов, на наших военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z. Ничего, что могло бы указывать народ их деятельности. Ну и, вы знаете, вот дальше у меня возникает несколько вопросов. Вот подождите. Ну а за что же тогда задержали трех молодчиков фамилий, которых я сейчас назвала? И вообще, как-то странно развивается эта история. Давайте-ка обсудим тему с нашим первым экспертом. К нам из Крыма присоединяется Александр Киряков. Александр, здравствуйте. 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 Ну вот смотрите, я изложила официальную версию, да, специально, для того, чтобы сейчас вот не бросаться с дикими воплями наших бьет, для того, чтобы все-таки понять, тема довольно горячая, тема, которая может, ну, мягко говоря, вызвать довольно радикальные оценки как одной, так и другой страны. Поэтому давайте сейчас постараемся... Уже вызвала, да. Давайте сейчас постараемся все-таки руководствоваться тем, что на данный момент официально есть, официально известно. Вот Сергей Аксенов выложил уже видео, по которому вот сейчас можно отследить хотя бы время два молодых человека. Вот это вот как раз и есть наши военнослужащие, да, насколько я понимаю? Судя по всему, это совсем глубокая ночь. Судя по видео, я этого видео не видел, это 0 часов 18 минут. Совершенно верно. Итак, что и где по вашим источникам произошло? Вот что вы знаете на данный момент? Как мне вас называть и сколько у меня есть времени? Меня зовут Елена. Времени у вас столько, сколько нужно. Пока мы с вами все-таки не поймем, на каком этапе сейчас находится расследование этой ситуации. Пожалуйста. Извините, Елена, я только от вас сейчас узнал, что оказывается это было в 0 часов 18 минут 37 секунд, судя по видео, которое вот вы предоставляете. Я вам скажу совершенно одно. Во-первых, я не являюсь адвокатом крымских татар. Я являюсь жителем города Судак. У меня есть множество друзей среди крымских татар. И я несколько раз бывал на Донбассе, буквально месяц назад вернулся. У меня есть очень много друзей среди военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. И дай бог ребятам здоровья, счастья, радости и скорее вернуться домой с победой. По этому событию, конечно же, надо, во-первых, сказать, что информация эта... И вы почему-то это не упоминаете. Эта информация пошла от журналиста Андрея Медведева, который является в то же время и депутатом Московской Государственной Думы. Я хочу уточнить, секунду, давайте будем сразу... Нет, давайте, вот давайте. Если вы говорите о том, что информация пошла от Медведева, нет. Информация пошла от крымского блогера, на которого ссылался... Да, на которого ссылался Андрей Медведев. Я... Вот у меня нет мобильного телефона, я сейчас могла бы вам показать, что первоисточник... Хорошо, давайте. Хорошо, давайте. Я с вами не спорю. Вы меня спросили о моем мнении. Или вы хотите, чтобы я согласился с вашим мнением? Секундочку. Я сразу говорю о том, что известно и в чем ваше мнение может все-таки немножечко быть неверным. Позвольте, первоисточник этой информации это не Медведев. Давайте сразу об этом говорить. Он эту тему вбросил массово в телеграм-каналы. А ссылается он как раз на крымского общественника и блогера. Который, между прочим, все... Хорошо, идем дальше. Ладно, давайте эту тему пропускаем. Дальше идем. Хорошо, давайте, давайте дальше, давайте дальше. Тогда, тогда строим разговор так. Я это прочитал в публикации Медведева. Медведева. Ну, это уже точнее, да. Профессионала. Члена Московской думы. Авторитетного человека. Вроде бы профессионала. Хорошо. Вслед за Медведевым через несколько минут это сразу начали постить в Крыму. Пошли перепосты, пошли расследования, пошли первые эмоции, пошли первые впечатления. Я, в свою очередь, как нормальный взрослый человек, я член общественного совета города Судак. Я пошел вечером погулять на набережную, пошел узнать это все на месте событий. Я вышел на набережную, кого не спрашиваю... Простите, а во сколько вы вышли на набережную, можно уточнить? Я вышел на набережную где-то в восьмом часу. В восьмом часу вечера, утра какого числа? Ветра. На следующий день после события, в восьмом часу вечера, потому что... Число, назовите, пожалуйста, будьте любезны, число, когда вы вышли в восемь утра на набережную. Так, это было 12 июня. Понятно, хорошо. Значит, это произошло в ночь с 11 на 12 июня. В публикациях было сказано, что время начала события где-то с 21.30 и в дальнейшем. В публикациях было указано, что это произошло между Бригантиной, у нас есть такая лодочная станция, причал такой, и вторым КПП военного санатория, лечения в котором проходили эти военные. Дай бог им здоровья, пускай быстрее выздоравливают ребята. Кого я не спрашивал на набережной. А там у нас сейчас достаточно много тружеников летней курортной промышленности, и они работают там каждый день. Они работают там до глубокой ночи, они работают там с вечера. Никто не знал об этом событии. Хорошо. Я пошел поговорить с татарами, которые точно, вот крымские татары, которые точно должны быть в курсе этих событий. Никто из них вообще не знал об этом событии. Хорошо. То, что я как человек, который представлен в интернете некоторым образом, я всем своим друзьям пишу, ребята, давайте подождем официального заявления. Давайте не будем гнать волну. Хорошо. Пошли эмоции. Пошли впечатления. Пошли разные слова. Ну, секундочку, я хочу сразу напомнить, что давайте между эмоциями и впечатлениями была еще реплика главы, советника главы Крыма Олега Крючкова, который написал, внимание, информацию подтверждаю, избиение, контрактник, занимаемся, всех ищут. Первый вопрос он тоже не перепроверил. Вопрос номер два. Будьте любезны, тогда объясните, сейчас по этому происшествию кто-то задержан или нет? Возбуждено или не возбуждено дело? Давайте мы сейчас будем конкретно руководствоваться именно тем, что на данный момент у нас есть. Не наши с вами рассуждения «я пошел, а я прочитала», а конкретика, она есть или ее нет? Пожалуйста. Договорились. Конкретику вы озвучивали до того, как позвали меня в прямой эфир. Конкретика со слов главы республики Сергея Валерьевича Аксенова. Конкретика эта же звучит во вчерашнем заявлении МВД Крыма. То есть задержанные есть. Секундочку. Задержанные есть. Александр, еще раз вопрос. Задержанные есть? Конечно. А за что же тогда их задержали, если согласно вашей версии, а я сейчас только на нее опираюсь, на слова, которые вы произнесли, ничего не происходило. Я, сказали вы, несколько минут назад поговорил с одним, с другим, ничего не было, но задержанные есть. Вы можете объяснить эту логическую цепочку, кого тогда и за что задержали? Пожалуйста. Меня считать, для чего позвали? Спросить мое мнение? Нет, ваше мнение мне совершенно не интересно. Мне важно, что сейчас. Какая конкретика есть? У меня мнение, у вас мнение. Мы опираемся на факты. Задержанные, еще раз. Задержанные есть или их нет? Вы это озвучили в словах Сергея Валерьевича Аксенова. Александр, вы меня слышите? Задержанные есть или задержанных нет? Нет. Вы это озвучили в словах Сергея Валерьевича Аксенова. Задержанные есть. Есть. Если задержанные есть, за что они задержаны? Значит, драка происходила. А вы ничего не видели? А телеграм-каналы разгоняли и гнали неизвестно что? Вы меня услышите? Дайте я повторю, если вы меня неправильно услышали. Я вас... Да, пожалуйста. Я, естественно, я ничего не видел, потому что я был на набережной только на следующий день. Следов крови на месте событий я не обнаружил. Это я вам точно могу сказать. Я спрашивал у местных жителей. Местные жители ничего не видели. И это подтверждает видеопубликация, которую вы получаете. Хорошо. Александр, будьте любезны, давайте мы от этой темы сейчас отойдем с вами, потому что я понимаю, ну, мне понятна ваша точка зрения. Сейчас работают следователи, работают юристы. По некоторым данным, кстати, между прочим, возбуждено не административное, а возбуждено уголовное дело. Это так, на всякий случай. Скажите, пожалуйста, а у меня вот вопрос к вам конкретно. Вы же следите за тем, что происходит в Крыму, да? Какие там возникают, ну, такие щекотливые моменты, на которые мы реагируем? Следите, да? Будьте любезны, скажите, пожалуйста, а что у нас там происходит с шиномонтажом? В котором отказали... Не снесли. Не снесли? Не снесли. А почему? Месяц прошел. Откуда? Откуда я знаю? Я не работаю в полиции. Понятно. Вы общественный деятель? Конечно. Член общественного совета? Я вам... Конечно. Общественного совета, который ни на что повлиять не может. Как это не может? И которого не интересует. Снесли шиномонтаж, не снесли шиномонтаж. Не снесли, да и бог с ним, да и ладно. Подождите, я член общественного совета города Судак, а не член общественной палаты Республики Крым. Хорошо, понятно. Спасибо. Член общественного совета города Судак Александр Киряков, который провел свое собственное расследование. 12-го вышел на набережную, 8 утра крови не увидел. Сейчас с нами...